Многие черпают сведения из различных источников, в том числе и от наших ясновидящих, чтобы планировать будущее и оценивать текущее положение. Если нашей стране суждено пройти через такие испытания вновь, то нам следует быть максимально собранными, организованными и едиными, если мы действительно являемся народом этой великой державы. Биоэнерготерапевт и ясновидящая Мирелла Гасанова оказывают помощь стране и нам своим даром, предостерегая о грядущих опасностях и делясь информацией, полученной с тонкого плана, о ближайших событиях. Западные СМИ переполнены публикациями с заголовками «Россия агрессор», «Россия изгой» и «Россия ведет себя неправильно», поэтому против нее восстал весь мир. На самом деле весь мир – это группа западных стран, которые считают себя властелинами планеты. Многие развивающиеся государства сочувствуют России и поддерживают ее, пусть и не публично, занимая пока что нейтральную позицию, но верные выводы относительно нашего поведения они уже сделали. К сожалению, такая нейтральная позиция лишь затягивает конфликт. Мирелла Гасанова считает, что данное положение вещей продлится около семи лет. Нет, речь идет не о горячей фазе, когда гремят пушки, а о ситуации в целом. Западный мир будет вынужден признать право России на самодостаточность и самоопределение, но до этого признания пройдут годы. Гораздо раньше Россию начнут поддерживать страны третьего мира, которые веками находятся под гнетом европейцев. Наша страна покажет всему миру, что старый мировой порядок изжил себя, и настало время строить новое общество, более справедливое и миролюбивое. Однако мира без конфликта не бывает, поэтому мы сейчас переживаем пик военного противостояния, его острую фазу. Как бы ни было тяжело, другого пути нет и не будет. «2024 год в этом плане является решающим, переломным. Тяжелые времена наступили, и мы должны все это пережить. Все происходит не просто так. Нам было предназначено пройти через это. Самым сложным для нас окажется 2024 год. Так что набираемся терпения и переживаем этот период достойно», — говорит ясновидящая. «Уйти, не уронив честь». Вспомните, через что прошли американцы, когда их доблестная армия спешно покидала Афганистан. Это стало крупнейшим поражением США в последние годы. Америка не была готова к такому исходу, привыкшая приходить незваной и брать все, что пожелает. Подобные планы США вынашивали и относительно Украины. Однако они просчитались, не учли некоторые аспекты нашего менталитета. По мнению Миреллы, правительство США уже ломает голову в поисках выхода из сложившейся ситуации, как завершить конфликт с Россией, не потеряв лица. Второго позора Штаты просто не выдержат. Запад допустил серьезный просчет в противостоянии с Россией, и исправить сложившуюся ситуацию уже невозможно. Ожидания Америки не оправдались. Изначально они полагали, что Россия не станет столь активно защищать мирных жителей Донбасса. Но Владимир Путин действует решительно. Поскольку США утратили все рычаги влияния на Москву, действия нашего президента поставили их в безвыходное положение, уверена Мирелла. Просчеты США приведут к скорому завершению российско-украинского конфликта. В ближайшие месяцы мы станем свидетелями того, как Америка начнет постепенно отступать от бывшей УССР. Все действия в этом регионе США уже считают бессмысленными. Они планировали использовать его в борьбе против России. Они опасаются возможного воссоединения бывших республик СССР. Именно поэтому американцы изо всех сил пытались разжечь конфликт между Москвой и Киевом. Да, им удалось создать напряженность, но сценарий пошел по другому пути. Сейчас Америка не хочет уже ничего. Главные мысли руководства США в данный момент – как достойно выйти из этого конфликта. Именно поэтому в ближайшее время мы сможем наблюдать его развязку. Уже к концу этого года острая фаза завершится. Западу придется признать капитуляцию Киева. Россия значительно укрепит свои позиции на мировой арене и направит все свои силы на развитие экономики. В ближайшее время санкции Запад отменять не собирается. По словам Миреллы, Россию ждут значительные траты на возрождение промышленности и сельского хозяйства. Это будет нелегко, но со временем все нормализуется. Санкции будут постепенно сняты, пусть и неохотно, потому что в проигрыше окажутся не столько Россия, сколько Европа и другие страны, поддерживающие санкции. После снятия санкций, кстати, не все страны вернутся к сотрудничеству с Россией. Многие из них перестанут нас интересовать в качестве партнеров. Они будут пытаться найти пути сближения, однако наше руководство четко укажет, какая страна и на что может рассчитывать, подчеркнуло ясновидящее. Мирного договора не будет. Все прекрасно понимают, что до тех пор, пока Украина будет представлять угрозу для России, конфликт не завершится и мир не наступит. СВО закончится тогда, когда с близлежащей территории перестанет исходить угроза для нашей страны. В ближайшее время на освобожденных территориях появятся военные базы, аналогичные базам НАТО в Европе. Только после этого конфликт можно будет считать исчерпанным. Но мирное соглашение подписано не будет, потому что, по словам Миреллы, оно не подкреплено силой. Отношения с США останутся напряженными еще долгое время. Переговорный процесс начнется, но политики будут договариваться с трудом. Российское руководство понимает, полностью доверять ни американцам, ни европейцам нельзя. Переговоры лишь подтвердят этот вывод вновь. Мнения будут постоянно меняться. Сначала они обещают одно, а через несколько дней совершенно другое, поделилась Гасанова. Президент бывший УССР капитулирует, оказавшись в безвыходной ситуации. Лишившись поддержки Запада, он не сможет самостоятельно продолжать военные действия. В 2024 году все решится, но последствия этих двух лет войны будут ощущаться как минимум до 2030 года. По словам Ясновидящей, весной мы будем наблюдать некое затишье, как перед бурей. Похоже, ее предсказания сбываются уже сейчас. Тревога витает в воздухе. Все ждут начала активных действий, начала развязки. Существует множество пророчеств о том, что у Соединенных Штатов нет будущего. Верить им или нет, решение за вами. Но этих предсказаний действительно накопилось предостаточно. Давайте расскажем о самых интересных. В конце апреля многие средства массовой информации написали о предсказании слепого прорицателя из Донбасса. Ранее он был археологом. Во время одной из экспедиций по джунглям, он неожиданно услышал голос, который повелел ему вернуться на родину и построить там храм. Николай исполнил эти указания. У него развелись необычайные способности. Он мог исцелять людей прикосновением рук. Кроме того, он обрел дар предвидения и знал о приближении войны. Если верить его предсказаниям, Соединенные Штаты скоро перестанут существовать, а победу одержит Россия. Америки – кердык. Не потому что я этого желаю, а потому что вы себя изжили. Соединенные Штаты, как государство, вообще перестанут существовать. Их ждут геологические, климатические и социальные катаклизмы. Люди там уже готовы разделиться на Штаты, на республики. Америки больше не будет. Скоро доллары будут валяться на дорогах, как обыкновенные бумажки. Россия одержит победу и будет управлять миром целых сто лет. Нам сейчас не хватает единства, того самого, которое раньше царило в каждом дворе. Нас разорвали на части информации и богатством. Полюбите друг друга, иначе мы пропадем. Прежде всего, вера, единство. И мы победим. И победа будет за нами в любом случае. Американцы исчезнут. Америки как государство вообще не будет. Провидец утверждает, что победа ожидает нас в мае 2025 года. Иоанн Калоидис. Греческий старец Иоанн Калоидис также предостерегал о том, что могущество Америки подходит к концу. На одном сайте есть сообщение с ссылкой на книгу Симогло об отце Иоаннисе. Как-то он, без всяких наводящих вопросов, заявил, что пришло время вернуть Константинополь, и он снова станет греческим. Когда его спросили о сроках, он ответил, «Скоро, очень скоро, в наше время». Я снова спросил с настойчивостью, «То есть, когда это будет, назови хотя бы примерный срок». И вот как он ответил, «Нет, сроков и дат не будет, это промысел Божий, и только Господь ведает, нам не дано знать дат». Также он сказал, что сначала должно произойти нечто, что поставит Америку на колени, она перестанет быть сверхдержавой, сверхдержавой станет Россия, а затем произойдут дальнейшие события. Также он сказал следующее, «Все вы еще будете здесь на земле, а нас было девять человек, разного возраста, и вы поедете в город, который снова станет ромейским-греческим. Я же этого не увижу. Уйду к Господу на небо». Друзья, сегодняшняя встреча с ясновидящей Миреллой Гасановой подошла к концу, но те, кто присоединился к нам сегодня, наверняка почувствовали ту волну энергии и предвкушения, которую она принесла. Переломный момент, о котором говорила Мирелла, это не просто событие, это начало новой эпохи для каждого из нас. В ее словах скрыта глубина, которая помогает нам заглянуть за грань обыденного, увидеть возможности там, где раньше были только преграды. Мирелла поделилась с нами своими видениями и прогнозами, и это дает нам повод задуматься о будущем, о том, как мы можем подготовиться к грядущим изменениям. Возможно, многие из вас почувствовали внутренний отклик, возможно, какие-то слова и образы нашли отклик в вашем сердце. Это значит, что время действовать и принимать судьбоносные решения именно сейчас. Пожалуйста, не забывайте, что сила перемен в ваших руках. Как сказала Мирелла, каждый из нас может стать тем катализатором, который приведет к положительным изменениям в жизни. Доверьтесь своей интуиции, прислушивайтесь к внутреннему голосу и не бойтесь делать шаги в неизвестность. Ведь именно за гранью привычного нас ждет что-то удивительное и новое. Если вам понравилось сегодняшнее видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Так вы не пропустите новые встречи с Миреллой и другими интересными гостями, которые помогут вам открыть новые грани вашего сознания и подготовиться к будущему. Оставляйте свои комментарии под видео, делитесь своими мыслями и впечатлениями, нам очень важно ваше мнение. Благодарим вас за внимание и до новых встреч на нашем канале. Пусть ваше будущее будет светлым и полным возможностей. И помните, каждый день это новый шанс изменить свою жизнь к лучшему. Следите за знаками, доверяйте своим предчувствиям и верьте в себя. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok